здравствуйте меня зовут юля сегодня показываю пустые баночки эту косметику которая у меня простояла без дела ее пора выбрасывать хочется начать год сросла расхламления и сначала покажу те средства которые мне действительно закончились постоянно покупаю ваша не салфетки влажные каждый день 80 штук последняя цена по моему было 38 39 рублей сейчас уже не знаю потому что цены после новогодних праздников подскочили но тем не менее все равно не очень бюджетные и хорошего качества довольно таки они не слишком маленький нет никакого неприятного аромата отдушки очень нейтральные просто для всего для хозяйственных нужд и руки протереть в общем все что угодно можно делать и на буду их постоянно покупать каждый раз как бываю ваша не одну-две пачки обязательно беру тоже постоянно показываю своих покупках и в пустых баночках отшелушивающие носочки для педикюра от skin light бюджетные постоянно у меня есть запасе мне еще осталось по моему 1 упаковка и нужно будет пополнять свои запасы полтора часа ходишь них и через две недели у тебя пяточки как у младенца делаю их раз делаю эту процедуру раз где-то в три месяца поэтому тоже буду покупать они есть везде буквально и нет никаких проблем их купить в любом магазине или заказать в интернете еще у меня закончилась мыло от madre laps с маслом ши увлажняющая и смягчающая 141 грамм я покупала его в наборе но если покупать по отдельности по моему она стоит в районе 140 рублей мыло очень базовая пена у него довольно таки кремовая меня немножко расстроила отсутствие приятного аромата я покупать второй раз не буду уже мне все-таки нравится больше мыло от nubian heritage которые также на херп представлена она немножко дороже но по качеству лучше я из того набора который покупала несколько кусочков уже раздала на подарки остальное обязательно использую но повторной покупки не будет также закончилась у меня пенка шампунь от johnson's baby от макушки до пяток здесь 300 миллилитров было очень такое универсальное средство можно использовать и для детей для взрослых действительно можно хоть волосы мыть хоть лицо мыть руки мыть как гель для душа использовать средство конечно более дорогой чем обычный день для душа или мыло жидкое но мне очень приятный аромат нейтральный и мягкая такая моющая основа не сушащая поэтому я думаю что буду покупать еще практически закончилась у меня сахарная паста сайта айхерб она у меня шла в наборе здесь кроме самой пасты были еще тканевые полоски и шпатель для нанесения мне не слишком понравился такой способ удаления волос именно в бандажный с бандажной техникой так скажем я сейчас покупаю сахарную пасту такую более густую которую просто наносишь и не нужны для нее никакие тканевые полоски довольно дорогое по моему было следство сейчас уже она все засахарилась уже пользоваться им нельзя мне вот такая формула нравится для удаления волос на лице на руках на ногах я буду брать обычную сахарную пасту более густую нас можно сейчас ее купить без особых проблем в интернет магазинах я заказываю в наших нет уже необходимости покупать на и херб наверное в тот момент когда ее заказывала у нас не слишком просто было найти такую пасту это был какой-то наверное такой профессиональный вариант сейчас в общем-то много брендов и выпускают и нет необходимости заказывать из-за границы так ну теперь то что придется мне выбрасывать лосьон против выпадения волос для кожи головы от кларан 125 миллилитров даже не помню сколько он стоил потому что довольно долго уже у меня стоит у меня какое-то время не было проблемы выпадения волос поэтому я его отложила сейчас у меня опять не знаю это сезонная или что там какие-то естественные циклы есть такая проблема я решила им воспользоваться снова и поняла что не могу меня раздражает этот запах который остается на волосах и делают он корни волос сразу жирными и грязными и в общем не хочу я им пользоваться где-то здесь треть осталось у меня есть другие средства которые мне нравятся больше поэтому буду пользоваться ими эту вещь я выбрасываю к тому же я думаю здесь уже и сроки годности тоже все прошли белая тональная основа от stargazer тоже уже давно у меня стоит здесь 12 месяцев срок годности после открытия она у меня видите с первого месяца семнадцатого года заказывал на ebay на тот момент вероятно тоже сложно было найти подобные средства где-то вот у нас по моему бодишоп были такие разбавители тональных основ сейчас по моему есть у катриса у эссенс и у никс здесь странная такая во первых формула как это замазка просто и вот такой шпатель для нанесения ну совершенно неудобный формат на мой взгляд стоила на 10 долларов если я не ошибаюсь 10 фунтов наверное дороже чуть что не понравилось еще это то что она меняет саму формулу то тональная основа даже если добавляешь не так много уже просто никакой пигментации не остается никакого покрытия никакой стойкости в общем она просто портит ту тональную основу которую ты пытаешься разбавить я взяла для того чтобы как-то использовать те миниатюры которые попадаются в коробочках красоты зачастую они бывают не слишком светлыми да и бывает купишь какую-то тональную основу магазине вроде нормально кажется наносишь на лицо приходишь домой и понимаю что она темная в общем выбрасываю я эту вещь если понадобится куплю что-нибудь уже в обычном магазине более доступны и также приходится мне выбрасывать вот такое средство корейской косметики по моему circle называется бренд это подушечки или диски для удаления черных точек с т-зоны вот такая вот подушечка наносится на нос например держится 15 минут потом все все это грязь которая находилась в порах можно просто счистить она выходит на поверхность как-то не знаю не бы не нравился мне этот процесс я конечно сколько-то тут использовал наверное где-то третью часть но и все это простояло у меня без дела в общем то и здесь уже сроки годности тоже все прошли нужно все это дело мне выбрасывать жаль конечно что не смогла до пользоваться но уже это просто все неприменимо также выбрасываю подводку от лореаль париж супер лайнер карбон глосс черном оттенке она абсолютно рабочая но это уже много лет у меня есть более новая подводка от физишнс формула то подводку меня с форме фломастера и с кисточкой здесь же нужно ее макать и здесь фетровый наконечник но она очень хорошо работает одного макания достаточно для того чтобы нарисовать на одном глазу стрелку хорошую очень тоненькая стойкая не размазывается я ей довольна но не каждый день я делаю стрелки поэтому оказалось что использовать мне ее полностью сложновато так и что у нас осталось осталось у нас такой остался набор лаков это лаки для гелевого маникюра я их заказывал тоже уже много лет назад наверное из америки кажется бренд называется blue sky у меня здесь база топ и три оттенка лаков они уже столько у меня долго стоят что даже их просто открыть не могу они там зацементировались по всей видимости я прям какую-то большую сумму на них потратила даже лампу покупала которую мне в общем-то сломалась я даже в геи по моему ни разу не воспользовалась но для человека который не носят лак на ногтях в общем не заморачиваюсь я с этим самое большое что в последнее в последнее время ношу это прозрачное или там какое-то такое нейтрального цвета покрытия ногти я не крашу потому что лаки у меня не держится особенно когда занимаешься какими-то хозяйственными делами даже несмотря на перчатки но в общем-то ногти у меня тоже не в самом лучшем состоянии поэтому в общем я от них избавляюсь уже даже отдать их кому-то невозможно придется тоже выбросить вот такая у меня порция пустых и не очень пустых баночек была в этот раз как всегда благодарю вас за внимание всего доброго до свидания а